Комические рекламы и объявления, сообщил Антоша Чихонте. Я оцененный мною толтеный мел для цистки зубьев и имею самую большую вывеску. Вызиты делаю с белым галстухом. Зубной врач при зверинце Винклера Гвалтер. В книжном магазине Леухина. Продаются следующие ужасные книги. Самоучитель пламенной любви или Ах ты скотина. Сочинение идиотова, цена 1 рубль 80 копеек. Собрание писем. Сочинение доктора Сквернословия Мерзавцева, цена 4 рубля. Таинственные тайны таинственной любви или портфель любовных наслаждений, цена 5 рублей. Словарь всех неприличных слов, употребляемых во всех странах света, цена 7 рублей. Записки женского чулка или Айда невинность, цена 1 рубль 50 копеек. Способ совращать, обольщать, портить, разжигать и прочее. Настольная книга для молодых людей, цена 6 рублей за 4 тома. Тайны природы или что такое любовь. Книга для детей младшего возраста с политэпатажами в тексте, цена 3 рубля 50 копеек. Выписывающим 25% уступка. Покупающие более чем на 50 рублей получают бесплатно 50 фотографических карточек и часовой ключик с панорамой. Открыта подписка на 1882 год. На небольшую ежедневную политическую, литературную, коммерческую и удивительную газету. Новости и биржевая газета. Издаваемую акционерным товарищеским с основным капиталом 3 миллиона финских марок или около 1 миллиона 200 тысяч рублей, разделенных на 3 тысячи акций по тысячу финских марок каждая. Газета новости имеет собственные две пищебумажные фабрики, собственного очень остроумного редактора, собственную типографию, собственный книжный магазин. Из 1882 года будет иметь собственный дом, собственную конюшню для собственных ослов, собственный дом для умалишенных, собственное долговое отделение и собственную портирную. Газета печатается на акциях вышеупомянутого товарищества. Сбежали подписчики. Кто найдет их, тот пусть доставит в редакцию минуты, вознаграждение рукопожатия редактора. Поступили в продажу следующие сочинения присяжного поверенного Смирнова. Кулачное право. Перевод с татарского для студентов-юристов. Цена 1 рубль. Бить или не бить. Цена 3 рубля. Физиология кулака. Цена 1 рубль. Книга продавцам и присяжным поверенным. Уступка. В Москву прибыли. Французская подданная Нана Сухоровская из Петербурга. Остановилась в Петровских линиях. Из Москвы выбыли. Корреспондент Молчанов в Южный полюс. 145 адвокатов в Таганрог. Музыкально-вокально-литературно-танцевальный вечер с участием госпожи Наны Сухоровской. В пользу пострадавших от Везувия жители Геркуланума и Помпеи в Славянском базаре 29 февраля. Программа. Холодно, страннички холодно. Проплачет господин Иванов Козельский. Где же у нас таланты, черт возьми? Пронегодует господин Аверкиев. Голова голове головою голову пробил. Прошипит редактор Ланин. Виновата ли я? Споет мадам Бренко. Нужда скачет, нужда пляжет. Цыганский танец исполнят артисты Пушкинского театра. А вот Николай, покойник, да я. Овертюра. Исполнит господин Шостаковский. Не всяк тот нищ, кто наг. Пропоет танцуя госпожа Нана Сухоровская. Для чего скромничать? Пушкин первый, Лермонтов второй, а я Величков третий. За неумеющего читать господина Величкова прочтут его друзья. Завтра-завтра, не сегодня, так ленивцы говорят. Споет редактор Слепца. Начало в семь часов. На случай обмороков от духоты, 45 градусов, имеется врач и даровой нашатырный спирт.